Александр, может уже достал, но вопрос. Вот вы избавитесь от догмы X. Не возникает ли у вас догма Y? Не возникает ли у вас догма, я избавился от догмы X. У абсолютного скептика будет ровно столько догм, сколько он откинул. Нет? Нет. Ну давайте, Тимоти, вы подумайте сейчас, смотрите, у вас есть убеждение. Убеждение есть какое-то, убеждение. Вы убеждены, что в мире что-то устроено таким образом. Не знаю. Все чашки синие. Все чашки синие. Там, не знаю, все чашки синие. Эта чашка синяя, допустим, это тоже. Все чашки синие, у вас есть убеждение. И внезапно вы в нем усомнились. Вы думаете, ну да, я вижу все эти синие чашки, но вдруг они на самом деле не синие. Я могу задать вопрос, а вдруг чашки не синие? Вдруг не все чашки синие, например. Я начинаю в этом сомневаться. Ну и сомневаться я могу, в принципе, очень и очень долго. Догмы относительно того, что я избавился от догмы, не возникает. Потому что я усомнился. Я не могу задать вопрос к тому, усомнился ли я. Понимаете, Тимати? Я не могу задать к этому вопрос. Это как с феноменологией. С феноменами. С феноменами. Вот у меня есть феномен чашки, я не могу сказать, есть ли феномен или нет этого феномена. Феномен есть, даже если чашка иллюзорна. Феномен есть, даже если чашки нет. Феномен есть, даже если эта чашка мне снится. Я не могу задать к феномену вопрос. Он мне просто является, и я не могу вопрошать о нем. Также, в принципе, я не могу вопрошать о своем сомнении, именно в плане сомнений в той или иной догме. Вы усомнились в догме. Все. Это конец. В данном случае это конец. У вас могут появиться другие догмы, вы можете тоже в них сомневаться. Конец. История здесь очень простая. Вы умножаете в данном случае сущности. Вы хотите найти парадокс в скептицизме и набавить какие-то дополнительные сущности и так далее. Но феноменологическая позиция разве не подлежит сомнению? Феноменологическая позиция подлежит сомнению, а феномена нет. Тут, понимаете, мы можем спорить о том, есть ли чистый феномен, какой же он чистый феномен, насколько он чистый, когда он становится чистым, какой из феноменов чистый. Но сам феномен вот. К нему вопрос задать нельзя, он есть. Он является вам. То, что вам является, то и есть феномен. Все. Вот вообще все. Это как раз очевидно, понимаете, в чем дело. То, что очевидно, то и есть феномен. Именно вот то, что именно очевидно. И, не знаю, пальцетрогательно, носомнюхательно, там, не знаю, кожа и ощущаемо. Это очевидно в данном случае. Это феноменально. Феноменально к феномену задать вопрос в данном случае просто невозможно. Феномен это вот та часть действительности воспринимаемой, которой мы не можем задать вопроса. Вы можете задать вопрос, а существует ли чашка? Да. Но вы не можете задать вопрос, существует ли феномен. Это вопрос противоречивый. Глупый вопрос. Очень глупый вопрос. Существует ли феномен? Мне же явилось что-то. Что-то явилось. Значит, он существует. Нет, Тимоти. Я здесь вам все просто объяснил на самом деле. Здесь все очень чисто и четко работает. Можно спросить, есть ли феномен. Нельзя. Нельзя. Вы не можете спросить, есть ли феномен. Если вы спрашиваете, есть ли феномен, вы подразумеваете не феномен. Спасибо, колдик. Зай колдик. Спасибо большое. О, Алиночка, любимая, прекрасная, замечательная. Хорошо, я сегодня рад. Уже дополнительные видосы пошли. Но я пока поспорю немножко с Тимоти, и мы продолжим. Опять же, феномен это то, к чему нельзя задать вопрос, уважаемые. Просто, не знаю, попробуйте прицепиться пока что к этому. Здесь все просто. Не знаю, по-моему, вы просто уперлись в то, в чем даже уже вы засомневаться не можете в наличии феномена. Я могу сомниться в том, что, я не знаю, это феномен реальности какой-то. Я могу сомниться в том, что, не знаю, он мне снится, там не снится, я его, может быть, чувствую. Может быть, это компьютерная симуляция. Я могу задать вопрос, является ли эта чашка частью компьютерной симуляции. Это осмысленный вопрос. Но есть ли феномен? Понимаете, в чем проблема? Феномен ни на что, кроме феноменальности, не претендует. Он претендует только на явленность свою. Он есть. Нет, Тимоти, если вы найдете способ усомниться в феномене, окей. Но пока вы слышите... Феномен есть. Пока вы трогаете феномен, он есть. Пока кто-то его видит, он есть. Даже если вы можете в себе усомниться. Вы можете усомниться в том, что вы есть. Феномен все равно здесь. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он везде. Вот он, я его трогаю. Холодная чашка, я чувствую его предметность. Может быть, это не чашка, может быть, нет чашки, но я чувствую этот феномен. Вот он, вот он, весь феноменальный. Он весь мой, мой, мой. Я его ощущаю. Как вы в нем усомнитесь? Вот, вот что вы здесь, что вы здесь можете усомниться? В том, что у этого нет? В том, что этого феномена нет? Феномен не задается вопросом о реальности вас. Он не задается вопросом о реальности чашки. Он вообще не задается вопросами. Он просто дается. Как некая такая, вы знаете, очевидность. Это реально просто такая самая чистая форма очевидности. Но феномены не мы, к сожалению. Из них выводить чего-то не получится. Вот отнюдь. Ладно, давайте тогда продолжим. И с сомнением это работает приблизительно так же. По крайней мере, крайне не очевидно, что вам нужно сомневаться в том, что вы усомнились. Я сомневаюсь в том, что эта чашка реальна. Здравствуйте. Я сейчас это промыслил. Я сомневаюсь в том, что эта чашка реальна. Не знаю, 5 минут назад я думал, что она реальна. А теперь я сомневаюсь в том, что она реальна. Сомневаюсь ли я в том, что она реальна или не сомневаюсь? Чашка, сомневаюсь ли я? Не знаю, что ты, сомневаюсь ли ты. Я не знаю, это уже шизофридии немножко просто получится в данном случае. А я просто убрал у себя убеждение, согласно которому... Понимаете, сомнение это не то, что прибавляется, это то, что убавляется в данном случае. Вы пытаетесь трактовать сомнение через прибавление. Я добавляю к сущности этой чашки еще и сомнение, как будто бы... Нет. Нет. Я убираю из этой чашки убеждение в том, что она реальна. Это как-то так немножко работает. Привет, Матвей Силкин, очень рад вас видеть. Продолжаем в таком случае смотреть видео. Опыт. Убер-маргинал. Возвращаемся к вопросу об опыте. Допустим, мы радикальные эмпирики, как Давид Юм или Гусарль какой-нибудь и так далее. Вот ничего кроме... Гусарль не радикальный эмпирик, он вообще не эмпирик. Он критиковал эмпириков, ну ладно. Опыта. Давайте все доказывать. Не опыта, а феномены. Разница между опытом и феноменами колоссальной. Опыта непосредственно. Хорошо, почему нет? Мы же все цивилизованные люди, воспитанные научным методом и так далее. Давайте, про опыт. Вот, идем мы в лес. Точнее, нет. Пока что не в лес. Как вообще выглядит человеческий опыт, в принципе? Вот ты... Многообразный и неоднозначно. Когда смотришь на стул, ты что видишь? Ты видишь кучу всяких форм, да? Ты видишь части этого стула или ты сразу стул видишь? По-разному. Смотря, концентрируюсь ли я на частях, что мне попало первым в поле зрения. Не знаю. Смотря от моих интересов. Это может быть вообще очень по-разному. Мне, например, может понадобиться ножка стула, я могу сконцентрироваться, даже не подумав на ней. То есть, вот ты видишь так, какие-то... Так, стоп. Точки. Так, так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Точки я не вижу обычно, но... Со стулом все не так однозначно. Кроме того, зрение не единственная форма восприятия. Есть еще тактильность, нюх, слух. Я могу послушать стул. Ну, вот услышали, да? Звучание стула мы можем послушать. То есть, опыт может даваться мне в очень разных формах. Так, так, линии, так, отрезки, так, прямые, так, сейчас отрезки, да? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, понятно, что маргинал высмеивает эту концепцию, но... Вот, геометрические фигуры. Так, я вижу квадрат неровный, но квадрат. Так, еще квадрат, да. Так, геометрические тела. Так, все-таки он в трехмерном пространстве. Да, похоже, это четыре ножки, спинка, блядь, и седалище. Наверное, это стул. Нет, это не так работает. Ну, правильно. Нет, опыт не так работает. Ты заходишь в комнату, видишь стул и понимаешь, что это стул. Вот в опыте мы можем усомниться как раз. Смотрите, опыт. Я прихожу в комнату, я вижу, что это стул и это стул. Иногда я смотрю на ножку и вижу, что это ножка от стула. Опыт работает не так, как феномен. Когда речь идет о феномене, опять же, давайте попробую вам проиллюстрировать картинку, и уже на этот раз. Вот мой стол. В мире опыта он мне дается как нечто целостное. Вот он. Видите, вы его видите. Вот он, замечательный стул. Такой, опа, стоит стул. А в мире феноменов это просто явление, безотносительно своей функции, безотносительно своих названий, безотносительно того, что на нем можно сидеть. Он просто воспринимается такой, какой он есть, без каких-либо дополнений человеческого мозга. Он просто вот он, вот он. Вы его тоже сейчас воспринимаете. Может быть, как стул, может быть, как не стул, это уже ваше добавление. А феномен сам чист от этого. Кстати, поэтому же Гусарль не является эмпириком. У него нет опыта в этом смысле. Не в том смысле его опыт надо воспринимать. Немножко по-другому работает это все. И поэтому, кстати, Гусарль критиковал эмпириков за недостаточную глубину погружения в вещи, в предметы. Сразу же, это стул и все. А для того, чтобы понять, что он состоит из четырех ножек, седалища, спинки и так далее, тебе надо применить усилие некое и разложить его мысленно на эти составные части. А потом на... Ну, не согласен. Не согласен. Тут может быть совершенно по-разному. Мне, в принципе, моим вниманием может завладеть любая часть стула. Абсолютно любая часть стула. Меня, в принципе, мало интересует. Какая часть стула завладеет моим вниманием? Любая может. Геометрические тела, всякие неровные, да, на геометрические фигуры, вот, на потом всякие там отрезки, точки и прочее. Вот. То есть, реальный мир, он работает не как компьютерная, там, игра. Это не реальный мир, это твое восприятие мира. Не стоит путать реальный мир и восприятие. Да, или вообще любая компьютерная симуляция, где вот такой-то пиксель на такой-то координате находится. И он обладает таким-то цветом. И из вот этих вот пикселей складывается, блядь, общая картинка, да, как такую вот, блядь, судоку. Вот, огромная. Нет, это не так работает. Это внутри глаза так работает в какой-то степени. Да, у тебя колбочки там эти ебаные и прочая хуйня. Но, ты, понимаешь, для того, чтобы посмотреть, что происходит внутри глаза, тебе надо свой глаз достать, его, как бы, разделить пополам и посмотреть. Да, кстати, от того, что мы пользуемся глазом, мозгом и так далее, феномены от этого не исчезают. Меняются только агенты. Получает, не знаю, информацию душа или мозг или что-то там еще, или какое-то я ее получает, или еще какая-нибудь херня призрачная с ней работает. Нам уже здесь, в принципе, не так уж и важно. Тут вопрос с феноменами заключается прежде всего в том, что есть это явление. То есть, работа твоего глаза, она для тебя неочевидна, и частью твоего опыта она не является. В том числе, да, правильно. То есть, как работает твой опыт? Ты вот идешь, видишь стул, стол, компьютер, дерево и так далее. Идешь ты в лес, допустим. Ты видишь, что ты делаешь в лесу вообще? Вот как происходит опыт леса? Никак. Идешь ты по лесу. Дорога, почва. Видите? В опыт как бы уже включена операция абстрагирования. Этим опыт отличается от феномена очень сильно. Дерево, 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 дерево. Ты по отдельному деревью как бы видишь? Нет, когда как. Если дерево очень близко, я могу увидеть отдельно дерево. Если я бегу по лесу, я отдельно выхватываю деревья и уворачиваюсь от них. Так вот, я могу даже сфокусировать внимание на ветке. Я бегу по лесу, не увидел дерево, увидел перед собой ветку, она меня ударила по морде, потом я только заметил дерево остальное. Также опыт леса происходит в зависимости от того, нахожусь я снаружи леса или внутри леса. Просто снаружи леса, деревья, они сливаются друг с другом в такую невероятно красивую, ветвистую, зеленую, иногда не очень зеленую, совокупность красок, так скажем. Я не могу отличить одно дерево от другого, и тогда мне кажется, что я воспринимаю их как единую сущность. Я, кстати, сейчас на дерево смотрю, которое на улице находится. Вот, там несколько, на самом деле, деревьев присутствует, и видите, они все таким вот зеленым сплошным, короче, с зеленой сплошной линией там они шарят непонятно, и даже стволы. Вы даже стволы не видите вот в таком вот обозрении, что, кстати, тоже довольно-таки интересно, да? Опыт леса, опыт нескольких деревьев нам здесь появляется у нас преимущественно из-за того, что мы тупо не можем различить что-то. Если предмет находится настолько близко, настолько близко, что вот мы его различаем, а все остальное, что за ним находится, или по бокам от него не различаем, тогда мы можем воспринять одно дерево в лесу, например. Или несколько деревьев в лесу. А тут все очень сложно. Просто, да, типа вот дерево, дерево, дерево. Или ты все-таки сразу понимаешь, что ты находишься в лесу, блядь. Но проблема заключается в том, что леса не существует. И чтобы это понять, нам достаточно посмотреть, осмотреться, рассмотреть деревья, и мы поймем, что концепция леса – это тотальная абстракция, своеобразная. Как ни странно, видите, опыт может воспринимать то, чего не существует. А феномен – это просто картинка. Без восприятия, без оценки, без оценки леса, без понимания того, что лес есть лес. То есть ты прежде всего видишь лес или деревья. Знаете, есть такое выражение, что за деревьями леса не видно. Оно очень меткое в плане феноменологии, сырой феноменологии. Ты что видишь? Ты с чем-то во взаимодействии входишь? С деревьями отдельными или с лесом? Когда как? Ответь мне на такой вопрос. Когда как? Опыт, он структурирован заранее. Да, согласен, что опыт структурирован заранее, в этом смысле он догматичен и доверять ему, наверное, не стоит. Он заранее интерпретирован. Да, есть такое. А феномены не интерпретированы в данном случае? Феномены лишены интерпретации, если в чистом виде воспринимать феномена. Интерпретирован твоими инстинктами, твоими потребностями. Ну, неважно уже, чем он интерпретирован, давай согласимся просто с тем, что он интерпретирован. Культурой и языком, на котором ты говоришь, очень многими вещами. Хороший вид. Можно очень много писать, можно проводить много экспериментов, можно вскрывать человеческий мозг, человеческие глаза, что-то резать, смотреть. Это, безусловно, очень интересно, но оно отнимет много времени. Давайте вкратце это обсудим все-таки. Вкратце языком, даже не столько философским, сколько религиозным, языческим. То есть, в каком виде перед тобой предстают вещи? Опыт. В каком виде перед тобой предстают? В каком виде опыт этот тебе дан? Вещи перед тобой предстают сами. Не ты их как-то атакуешь. Не понимаю, что это значит. Вещи передо мной предстают сами. Ими глазами, да, и вбираешь в себя. Они тебе сами являются. Не знаю. То есть, вот перед тобой... Странная формулировка. В каком смысле, непонятно. Какой ше является, когда ты в лесу находишься? Лес или деревья? По-разному. Это важно. Это важно. Почему? Потому что, вот если Илья Николаевич, например... Вот, смотрите. Вот заходим в православный храм. Захожу в православный храм я, а потом заходит православный храм Илья Николаевич. Мы этот храм видим по-разному. И дело не в том, что это один и тот же храм, мы его по-разному видим. Нет, мы просто видим разные вещи. Тимоти, вот вы правильно задаете вопрос. К ощущению. К ощущению задать вопрос мы можем. К феномену нет. То есть, опять же. А ощущаем ли мы? Ощущаем ли мы? Или это просто феномены? Понимаете? То есть, ощущение это то, что уже на что-то направлено, на какие-то предметы, на какую-то сущность. Феномен просто есть. Феномен есть, даже если вы ничего не ощущаете. Но вам что-то является при этом. Вот такая хитрая штука феномен. И она, видимо, специально построена таким образом, чтобы к ней невозможно было задать никакого вопроса. Вот, я в храме вижу кучу свечек, золота. Вот, там, я не знаю, отсутствие скамеек. Если это православный храм, хотелось бы скамейки, как вот в западном. Чтобы присесть можно было, потому что стоять неприкольно. Вот, там воняет, блядь, там ладан всякая хуйня. Бабки орут и так далее. Я вижу всю эту хуйню. Что видит Илья Николаевич, например? Ощущение и интерпретация феномена по-разному может быть генетик в Лотсом. Да, скорее восприятие и интерпретация феномена. Ощущение подразумевает, что вы что-то ощущаете. Уже что-то входит, что-то есть помимо вас, как минимум. Феномен не допускает, что есть что-то помимо вас, как ни странно. Феномен может быть нейтрален по отношению к этому. Николаевич видит Святой Дух, прежде всего. Вот, если он заходит в храм, и вот у него опыт Святого Духа христианского. Он видит Бога, в принципе. Ощущая этого. Не то, чтобы он его видит, да? Не то, чтобы там прямо Иисус сидит, блядь. А, здорово, Илюх, блядь. Как дела? Нет, оно не так, конечно, устроено, но у него прямое ощущение православного Бога абсолютно. Как-то с ним поспоришь-то. Никак, да. Опыт-то у него есть. Есть. Охуенная штука, опыт есть, честно, да. А кроме опыта что-то вообще в природе есть? Есть. На мой взгляд, нет. Феномены. Феномены отлично от опыта. Сами феномены могут не становиться частью опыта. А могут становиться... Если опыт есть, феномены являются его... Неотъемлемой частью, неотъемлемой частью, безусловно. Но сами феномены могут существовать без опыта. В целом. Просто мы тогда о них помнить не будем, фиксировать их никаким образом не будем, обрабатывать никаким образом не будем. Просто картинки текут, 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 мы ничего не запоминаем. Но феномены при этом есть. Благодаря опыту мы выделяем, что есть эти самые феномены, кстати. Если что-то кроме опыта, рассудок. Рассудок может работать без опыта. Воображение, на мой взгляд, может... Ну, не на мой взгляд, но есть теории, согласно которым воображение может работать без опыта. Значит, его бог есть. Но в рамках его опыта. Вот. Окей. То есть, ну... Собственно, то же самое и с язычниками, только там боги другие. Вот идёшь ты, например... Идёшь ты в лес. Ты можешь видеть деревья по отдельности. Ты можешь видеть лес как биологическую систему. Ты вот смотришь на гриб. Если ты что-то знаешь про грибы, ты знаешь, что у него есть вот этот вот мицелий, да, гриб. Ну, кстати, мицелий не становится частью твоего опыта, пока ты его так или иначе не осмыслишь, не ощутишь, не увидишь. Мицелий каждого отдельного гриба, хотя он у них не отдельный, понятное дело. Так вот. Мицелий ты никак... Он не становится частью твоего опыта, пока ты его, ну, не раскопаешь, получается. Грибница. Пока ты грибницу не раскопаешь ты, и она не станет частью твоего опыта в данном случае. И ещё огромное такое. То есть, этот гриб, который растёт из земли, всего лишь половой орган, на самом деле. То есть, ты понимаешь, тебе как бы более полное такое понимание этого гриба, таким образом ты смотришь, ёптую мать. Гриб-то не так-то просто. О чём я вообще говорю, блядь? Какой дахуй гриб, причём не гриб, ёптую мать. То есть, понимаете, очень важно, очень важно, очень важно понимать, на какие составные части делится твой вот этот поток опыта, поток твоего сознания. На разные. Не, в принципе. Я даже не знаю, как их описать, может, можно по-разному описать. Давай посмотрим, что ты предложишь. Вот, к примеру, был такой спор в философии и математике очень долгий. Числа, они, вот, где они? Какова природа чисел, в принципе? Скорее всего, здесь. Платон говорит, типа, числа, такие абстрактные всякие вещи, они существуют в особом измерении, в платоническом раю, в небе. Мир идей. В виде эйдосов. Да. Вот. И поэтому, когда в мире что-то присутствует в некотором количестве, это всего лишь отображение эйдоса этого числа. Ну, Платону на все был такой ответ, вообще, в принципе. Аристотель же по-другому говорил. Аристотель говорил, нет, числа – это свойства вещей. То есть, вот у нас есть вещь, да, кучка яблок. У этой кучки яблок есть свойства. И свойства этой кучки яблок таково, что в ней восемь яблок, яблок в ней восемь. Свойства этих яблок в том, что их восемь. Тут ощущается некий какой-то странный кунштюк, почти софистический, да. Несмотря на то, что мне нравится Аристотель, ну, это странное какое-то объяснение. Как-то свойства яблок в том, что их восемь. Свойства одного яблока всегда в том, что оно одно. Не, ну, свойства просто тоже абстрактные концепты. Мы можем выделять его по-разному и преломлять любые, не знаю, кажущиеся нам свойства и указывать на то, что это свойства предметов. Свойства данной кучи, оно заключается в том, что там яблок в восемь. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Не знаю. Но он как-то это тоже объясняет. Тем не менее, к 20 веку скептицизм нарастал, касательно Аристотеля именно. Но это не скептицизм, это отрицательные, короче, тенденции. Наоборот, отрицание, отрицание, не скептицизм. И все-таки пришли к выводу уже к моменту формирования аналитической философии, что, ну, зависит от того, про что мы говорим, то есть, какой интенциональный объект нашего высказывания. То есть, вот мы, как бы, вот есть пара сапог. А есть двух? Есть пара сапог. И там моча, да? То есть, у нас два сапога, но одна пара сапог. Но вещь-то одна и та же. Если мы порубим эту пару сапог на составные части, да, и порубим два сапога в этой паре на составные части, это будут одни и те же составные части, в принципе. То есть, две подошвы, два голенища и так далее. Ну, устроены они немножко по-разному. Для правой и для левой ноги они имеют немного разную форму, при том это очевидно. И не могут быть заменены друг другом, особенно если речь идет о подошве, которая изогнута вполне определенным образом. Абсолютно одна и та же масса материи, которая совершенно одинаково сгруппирована. Нет, совершенно одинаково сгруппировки здесь просто принципиально нет и быть не может. А почему свойства-то разные? Одно и то, и одно и то же вещи. То есть, свойства то одно, то два. То есть, одна пара сапог, два сапога. Как-то так. Как-то одно и два. Это языковые игры просто. Одновременно, если это, в общем-то, один и тот же предмет. Ну, пришли к выводу, что это все-таки зависит от того, все-таки, про что мы говорим. Про пару сапог или про сапоги. На это потребовалось больше двух тысяч лет, чтобы это понять. Людям. Потом спрашивают. А что понятно, я не понял так. Мне еще две тысячи лет надо, ребят. Выделите мне еще пару тысяч лет, пожалуйста. Что это зачем нужна философия? Чтобы сапоги разбирать. Люди тупые. Тупые, в принципе. Чтобы до простых вещей дойти, нужно очень много времени. Дмитрий Дейкун пишет. К тому же, Ницше вообще проявлял интерес к русской литературе. В его личной библиотеке были сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Данилевского. Статейку решил посчитать про Ницше и ФМ. Ну, интересно, интересно. Я, правда, не знаю, насколько Ницше был увлечен именно русской литературой, но упоминает в своих книгах он в основном Достоевского, да. Из всех русских авторов основной интерес у него вызывает только Достоевский. Хотя, я думаю, это было, ну, случайность, наверное. Вот, так что, да. Собственно, касательно опыта, обращаю ваше внимание, опять-таки, опыт также вам по-разному делится. Мы можем видеть пару сапог, можем видеть два сапога. Если в нашей культуре сапоги, например, мы носим не парами, а разные сапоги всегда. Мы же видите, как два сапога. Если ты японец, ты, например, не различаешь цвета, блядь, зеленый и синий. В Японии даже светофоры, зеленый цвет на светофоре иногда синий просто всем назвать, никто не различает. Ну, близкие по спектру, да. Ну, то есть, ну, зависит от того, кто ты вообще, в принципе, кто ты. Да не просто человек, ты кто-то конкретный. Не бывает просто людей. Бывают русские, американцы, ивреи. Эй, сантехники, шахтеры. Блядь, что за универсалии пошли невероятные. Наоборот, бывают просто люди, а сантехников, шахтеров и прочего говна не бывает, это абстракция. Просто тот или иной конкретный человек может владеть навыками сантехники, например. Знать, как работать с сантехникой. Чисто такие у него, в его мозгу, башке, объективные такие знания типа есть. Как с этим иметь дело? Тупо, тупо содержат в себе память об этом. Тиане, язычники, синтаисты, сикхи и так далее. Поэтому, если ты христианин, лес для тебя предстает просто как лес в бывшем случае. Либо как... Хорошо завернул, тут лес где-то был, он тут про лес говорил именно, ну а еще вначале про лес, потом про лес в языческом смысле он говорил, потом перебежал на грибы, но потом, что интересно, знаете, у него хватило памяти, ну и такой вот хорошей, хорошей интеллектуальной такой вот гимнастики, чтобы после такого большого ответвления вернуться к изначальной теме. И, на мой взгляд, это очень хорошо построенный текст. Хотя вот это, наверное, не написанный текст, это в прямом диалоге, он на разговоре так, но не в разговоре, а в прямом монологе он это сделал, импровизация, круто. Куча древесины, из которой можно что-то сделать. Которая, поскольку ты являешься центром мироздания, человек, христианин, то ты, в общем-то, можешь использовать все вокруг себя на благо себе. Кстати, во многом, видимо, поэтому наука и развивалась в рамках христианства. Именно та самая наука, которая хотела подчинить мир. Естество испытания проводить над миром. Испытывать его, жертвовать им ради себя, там, не знаю, животных мучить ради себя. Ради того, чтобы открывать какие-то вещи, мучить животных. Ну, вы понимаете, наверное, люди, что это не самая такая вот, как бы вам сказать, очевидная идея мучить животных, чтобы развивать при этом медицину. Далеко не самая очевидная идея просто. Мучить животных не просто там понемногу, а тоннами, огромное количество животных, тысячи, миллионы экземпляров животных, просто убивать. Убивать, подвергать их различным пыткам, чтобы делать какие-то научные открытия. Это вполне неочевидная херня. Я думаю, наука здесь тоже бы без христианства не справилась. Благодаря христианским определенным установкам и нормам наука здесь и тоже смогла себя проявить. Именно в этой области. Я не представляю себе, как в другой культуре могла бы возникнуть столь развитая медицина, если бы не проводили опыты над животными вообще, в принципе. На людях бы пришлось проводить опыты тогда. Или на ком еще, я не знаю, на ком угодно. Ну, такое. Поэтому лес, конечно, надо срубить и из него сделать чесалки для ожога. Да нет, я не про то говорю. Не то, чтобы мне сильно крыс жалко. Я сейчас говорю о том, что, например, для индийской культуры, для индийской культуры, где одна из основных концепций этических являлся ахимса, ахимса, то есть не навреди даже животному, даже крысе, возникновение подобных опытов в интеллектуальной среде было просто банально невозможно. Просто невозможно. Индусы никогда бы не пришли к таким позициям, если бы... Если бы... Если бы, короче, ну, в итоге не произошла европейская экспансия интеллектуальная и не только интеллектуальная. Вот. И... В каких еще культурах? Да, в принципе, это просто не очевидно, что нужно, не знаю, приносить в жертву огромное количество животных медицине, чтобы при этом какие-то выводы делать о мире. Если бы наука в том или ином, в нашем виде, в нашем виде возникла в Индии, у нас была бы очень херовая медицина на данный момент, я уверен. Ну, в европей... ну, не в европейском мире, а вообще в мире была бы очень плохая медицина. Но христиане здесь, христиане здесь, знаете, помогли, подтолкнули. Вроде бы... Вроде бы не очевидно, вроде бы не очевидно, что животных надо мучить, пытать, убивать, подвергать их различным, короче, пыткам. Не очевидно, но оказалось действенно. Продать в Китай. Если ты язычник, то лес для тебя является мистической некой сущностью, прежде всего. Сакральной при этом. Он живой. Причем он живой не в том смысле, что... Ну, смотря какой-то язычник, ну да. Ой. Листочки, они тоже дышат. Вот, посмотрите, как в этой жуткой рекламе какого-то мудацкого холодильника, где в нем лежат листья салата и дышат. Ой, блядь. Деревья, они тоже пьют воду, нахуй. Смотрите. Хлорофил, блядь. Хлоробласты или как-то хуйня называется и так далее. Не, не в этом смысле, что оно тоже живое, типа, блядь. Ой, смотрите, они тоже размножаются, они живые, значит. Не, оно живое в том же смысле, что и ты, понимаешь? То есть оно живое в том же смысле, что оно тоже хочет, например, расширяться постоянно. Так же, как и ты. Тоже хочет все захватить тоже. Так же, как и ты. Ты можешь с этим считаться, в принципе. У леса даже мотивация своя есть. Так же, как и у тебя. Потому что вот эта мотивация, это, ну, такой конструкт, ничего не означает, на самом деле. То есть проецировать его можно хоть на людей, хоть на лес. В общем-то, разницы никакой нет. Вот, поэтому лес, он, в принципе, ну, такой же, как ты. Просто лес-то лес, а ты хомо-сапиенс, и все. А так, разницы-то особо нет. Потому что вещи предстают совершенно по-разному для разных гомо-сапиенсов. Ну, кстати, вот здесь очень хорошее замечание. Которое во многом противоречит наивному реализму маргинала, который он сейчас излагает. Или не противоречит, у него просто очень странная концепция опыта тогда получается, наивного реализма. Хрен его знает. Ну, вот это интересная херня, честно. Понимаете, что проблема? Ну, все разные вещи пред нами предстают по-разному. Редвер пишет, все от Гиппократа. Да и что там от Гиппократа? Понимаете, в чем проблема? Во времена Гиппократа науки не было. То есть, Редвер, нам вообще насрать на Гиппократа в данном контексте. Во времена его не было науки. Гиппократ представитель философской школы импириков. Своеобразных, таких вот уже античных импириков, которые занимались медициной. Один из основателей этой, по сути, школы. У него целая группа там, короче, сектантов тоже была, с ним тусила. Чтобы полноценно проводить опыты на крысах, в культуре должны быть определенные установки. В христианстве эти установки были. А что про лес-то? Почему его не существует? Потому что лес это не лес, это совокупность деревьев просто отдельных. Ну вот, по-моему, хорошее видео от маргинала. Давайте еще одно посмотрим. Продолжение следует...